Неубранные свалки и высохшая в жару трава в числе распространенных причин летних возгораний. Только за сутки спасателям приходится совершать до 50 выездов на тушение бытовых отходов. Можно ли обеспечить своевременную ликвидацию потенциально пожароопасных очагов и кто должен нести за это ответственность? Об этом шла речь на брифинге, который состоялся сегодня в областном управлении МЧС. Слово Станислава Лопатина. На прошлой неделе сотрудники МЧС в ходе проверок соблюдения правил пожарной безопасности только в Волгограде насчитали 59 потенциальных мест возникновения пожаров. Все они были сняты на видео и продемонстрированы в ходе брифинга журналистам. В основном это несанкционированные свалки и высокая густая трава, выросшая после дождей рядом с жилыми домами. По словам спасателей, это как мины, которые запросто могут быть приведены в действие в жаркие дни непогашенным окурками и ветром. Но зачастую местные органы власти не принимают мер по их устранению. Эти два проблемных вопроса на сегодняшний день, с нашей точки зрения, являются бичом нашей области. И в какой-то степени, наверное, свидетельствуют о недостаточном понимании со стороны руководителей органов местного самоуправления в обеспечении вопросов безопасности населения. Мы традиционно в худшую сторону отмечаем город Герой Волгоград, Среднеоктубинский район. Есть большие проблемы по Даниловскому и Ольховскому районам. Сейчас стоит относительно благоприятная погода, однако сложная пожароопасная обстановка сохраняется. И согласно экстренному предупреждению Волгоградского гидрометеоцентра, в ближайшие дни даже усилится в большинстве южных районов области. Сотрудники МЧС опасаются возникновения серьезных пожаров, если не будут приняты меры по ликвидации свалок и уборке травы, по которой легко огонь может дойти и до живых строений. Избежать этого первоочередная задача органов местного самоуправления. Та же опашка. Это те же первичные средства, первичные меры, которые необходимо принимать на местах. Это оповещение населения на том уровне, на каком оно должно быть обеспечено. Все это должно быть обеспечено органами местного самоуправления. Для своевременной ликвидации пожаров сегодня с пяти спутников принимается информация об очагах возгораний. Введены дополнительные пожарные подразделения в трех районах – Николаевском, Яландском и Камышинском. С техникой нет проблем. Даже еще 10 спецмашин управление МЧС готово передать в сельскую местность. Но требуется также и ответственное выполнение противопожарных мероприятий на местах. Как было объявлено на брифинге, в районах, где принимается недостаточная мера, в ближайшее время будут проведены выездные заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Станислав Лопатин, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба». Продолжение следует...